Здравствуйте! С вами Юлия Чернеева. Пришло время универсального формата на телеканале Самара Гиз. Всех приветствуем и всех-всех-всех приглашаем принимать участие в нашем сегодняшнем эфире. Он будет творческим, интересным, действительно полным каких-то моментов истории, связанных с нашими гостями и с тем театром, который они представляют. Они будут наполнены вашими музыкальными талантами, потому что сегодня мы будем разыгрывать билеты на концерт Вячеслава Бутусова и группы Юпитер, что 7 ноября уже будет выступать в окружном доме офицеров. Если вы чувствуете в себе талант, спой, Светик, не стыдись, музыкальный конкурс в прямом эфире телеканала Самара Гиз в программе «Универсальный формат». Наши гости сегодня будут строгими жюри, которые будут потом в конце эфира выбирать лучшего, поющего, лучшего знатока, наверное, песен группы Юпитер и Вячеслава Бутусова в том числе. Но не буду вас томить, сегодня у нас в гостях театр-студия «Грань», город Новокуйбышевск. Мы их с большим удовольствием сейчас будем все поздравлять с юбилеем, о котором сегодня будем говорить. Итак, с нами здесь режиссер и художественный руководитель театра-студии «Грань» Денис Бакурадзе. Здравствуйте. Первая плеяда артистов сегодня в первой части. С нами здесь Алина Костюк. Здравствуйте. И Сергей Пузняков. Здравствуйте. 45 лет, я с удивлением. Может быть, даже многие наши зрители узнали эту цифру. Может быть, кто-то ахнул, кто-то, может быть, нет. Я так понимаю, что уже большая часть какой-то вашей творческой деятельности связана с театром. Можно немножечко рассказать о том, что было 45 лет назад и кто эти люди, кто начинал, кто становился, как говорится, у истоков? 45 лет исполняется 12 ноября. 12 ноября 2015 года. Ровно. Ровно. 45 лет. Театр был основан Дульщиковой Эльвирой Анатольевной, которая приехала в молодой город Новокуйбышевск в 1970 году. Осталось там жить, работать и основала этот театр. И она руководила этим театром до 2011 года. Но точной даты никогда не было у нас. Именно дня рождения. Дня рождения. Была осень. Вот осень каждого года. Иногда было октябрь, что-то в ноябрь. Такое плавающее число. Но в 2011 году, когда Эльвира Анатольевна ушла из жизни, то я уже принял решение, что день рождения будет 12 ноября, в день рождения Эльвира Анатольевны Дульщиковой. Ну, очень символично. Таким образом, да, мы зафиксировали это число, и теперь осень, но конкретно есть число с 2012 года, это 12 ноября. Я так понимаю, готовят что-то невероятное вот в этом 12 ноябре. А что можно готовить к юбилею? Театр может готовить премьеру. Ну, такое название очень цепляющее. Я уж не знаю, с чем это связано. Озвучьте, пожалуйста. Спектакль называется «Корабль дураков». Подумаешь, что так? Действительно. В 45-летие-то, да? Ну, действительно, понимаете, как и Вячеслав Полунин говорил, что дурак, актер, он это, дурак в хорошем смысле слова, человек, который... Король на сцене. Да, может совершать поступки, которые другой человек не может себе позволить. И вот эти вот поступки, которые сейчас, я считаю, поступок, который совершают актеры, работая над этим спектаклем, потому что для них это и для меня, как для режиссера, это не свойственный материал, это что-то новое, это новая какая-то грань, театр-грань. И поэтому мы вот своего рода такие определенные дураки, которые идем в это во все, не зная, чем закончится этот путь, но надеемся, что 12 ноября зрители увидят результат, над которым мы очень долго уже работаем. Алина, ну, хочу спросить у вас, как давно вы примкнули к кораблю, вот, и как это плавание совершается, с каком настроении, с какими вообще, может быть, дружескими или связями, как вообще получилось, что попали в эту семью? Угу. Примкнула в 10-м году, в 2010-м году. Эльвира Анатольевна ставила тогда свой спектакль «Ассэферт», вот, это был ее последний спектакль, вот, и мне удалось с ней подружиться, познакомиться, пообщаться, это была удивительная женщина, и нет ощущения, что ее нет, как будто бы она просто уехала в соседний город. С гастролями? Возможно. Ну, или просто такое вот ощущение присутствия ее в театре. Вот, и, в общем, с большим удовольствием я это как-то, в этого все пошла. Первая пятилетка, получается, да, прошла? Да, да, да. Ну и как, успехи за эту пятилетку? Ну, в общем-то, собственно, мы с Денисом Сергеевичем рука об руку делали все эти спектакли, практически везде мне посчастливилось работать, вот, и... Ну, это все очень интересно, это все позволяет тебе раскрыться, то, чем мы там занимаемся, расти над собой, и это не просто слова. Ну, это тоже близкие люди, получается? Конечно. Мы днем и ночуем, и постоянно вместе. Да, в общем, да, здесь, в этом театре, без шуток много времени мы проводим, и туда уходит очень много сил. Шутим, шутим иногда, иногда шутим все-таки. Нет, я говорю, что я не шучу, говорят, что это адское количество времени. Адское количество времени. Понимаете, я очень хочу вот поблагодарить, сейчас вот пока об Алине говорим, хочу очень ее поблагодарить, потому что это тот человек, который безоговорочно откликнулся на мое первое предложение, когда мы ставили «Фрёкин Джули» по Августу Стринбергу, и за неимением актеров вообще. Да, я пригласил Юлию Бакурадзе и пригласил Алину к костюм, и она сразу же согласилась, не раздумывая. Поддержала, да? Да, она поддержала, и за это я очень ей благодарен, что она как-то поверила непонятно во что изначально, потому что, не знаю, верила. Авантюристка я. Верила, я сам не верила, что может получиться, куда мы зайдем, да, но самое главное – оттолкнуть эту лодку, пойти. Корабль-то, корабль. Корабль, он попозже уже, вначале лодочка была, шлюпка, а потом уже превратился в корабль. Поэтому изначально вот она очень, по-доброму, я очень благодарен за доверие, которое было мне оказано, за аванс такой определенный. Ну, здорово. Это страна Алина. Вот такие прям, получается, что вы прям чувствуете друг друга, и это действительно вот сейчас прям видно невооруженным глазом. Друзья, задавайте свои вопросы, 202-11-22, телефон прямого эфира. Удивительная возможность у вас есть выразить свои симпатии, благодарности, может быть, какие-то впечатления от спектаклей, посмотренных в стенах театра «Грань». Я думаю, может быть, кого-то вы знаете лично. Не стесняйтесь, в конце концов, повод хороший, юбилей, праздник, день рождения, который уже вот грядет буквально прям, ну вот, со дня на день. Ну и, конечно же, наш музыкальный конкурс продолжается. Юри, такое веселое, но строгое, будет, как бы, сегодня немножечко так вот, надеюсь, снисходительно относиться к вашим музыкальным талантам. Спой, светик, не стыдись, споем группу Юпитер, Вячеслава Бутусова, Наутилус Пампелес, в общем, все, что хочется вашей душе, и чтобы выиграть билеты на концерт этого замечательного музыканта. Звоните, 202-11-22. Так, переходим к Сергею. Сергей, твоя долгая история, насколько вообще была интересна, и, может быть, какой-то, не знаю, камни преткновения, какие-то испытания судьбы? Нет, моя история не очень долгая, потому что я только в театр пришел в 2014 году, но так как Денис Сергеевич у нас был одним из мастеров нашего курса, ну вот он меня пригласил в театр. Нет, история тоже с 2010 года, так же, как у Алины, просто в 2010 году. Алина познакомилась с Ирина Анатольевна с театром «Грани», уже непосредственно стала с нами работать, а я познакомился с Сергеем в 2010 году, когда набирали курс вместе с Ириной Анатольевной Сидоренко, набирали курс в 2010 году, который он закончил, и его и Александра Овчинникова я пригласил работать именно в театр-студию «Грани». То есть, заметил практически? Обратил внимание, положил глаз на него, ну еще можно разные выражения сказать. Просто они вдвоем за время обучения уже играли в двух спектаклях театра, поэтому мы уже как бы немножко друг друга узнали, поняли настрой друг друга, и уже можно было уверенно сказать, что можем пойти дальше в совместное творчество. — Сергей, ну расскажи, пожалуйста, каково это было входить в труппу актеров? Ты студент, молодой, там еще опыта не набрался, и тут тебя приглашают поиграть в спектакль, поработать. — Честно, да? Меня трясло. Нет, ну серьезно, был сначала как-то я, первый год как-то очень тяжело. Я как-то въезжал, я всего боялся, любые оценки. — Нет, ну даже когда играю с артистами, хотя они вроде ровесники, но как-то все равно чувствовалось это. А сейчас как-то отошло. Теперь мы на одной ноге, так сказать. — Ну. — Звездной болезни нет ни у кого из артистов в театре. — Нет, если начинается, мы сразу принимаем меры, вакцины и так далее, чтобы этого не было. — Ну я хочу, наверное, сейчас нашим зрителям и вас попросить в том числе посмотреть фотографии. История театра, она, конечно, не умещается в рамках этого эфира, но, тем не менее, фотографии в кадре. Рассказывайте, что видим. — Вот это вот Андрей Степанович Юнин, это 1980 год, спектакль «Маленький принц». Первый спектакль, которым открывался камерный зал театра студии «Грань». Это спектакль «Сильные чувства» по Ильфу и Петрову, такая взрослая и молодая, вместе с тем труп Эльвира Анатольевны Дульщиковой, здесь и Константин Волков, и Лена Прокопенко. Это спектакль «Бумажный пьеро». Это вот как раз я в роли бумажного пьеро. И фотографии не с спектакля, а с «Поволжских сезонов» Александра Васильева, 2003 год. Это фотографии оттуда же, из «Бумажного пьеро». Спектакль получили тогда гран-при на «Поволжских сезонах» Александра Васильева. Это первый гран-при театра студии «Грань». Это сказки, которые театр неизменно каждый год дарил городу новогодние рождественские сказки. Это из спектакля «Венецианка», неизвестный автор XVI века, Мария Белова, вот в белой масочке. Это «Жан Кокто», карманный театр, это тоже так получилось, что я. В этом спектакле играла Наталья Степановна Дроздова. Это тоже из этого спектакля. Это был такой спектакль «Карманный театр». Монокусочки, собранные в один спектакль, написанные «Жаном Кокто». А вот не специально или случайно? Это все-таки некая черно-белая такая вот история. Но это есть такая в этом ретроспектива, есть стиль театра. Это вот Константин Волков, один из старейших актеров. Юлия Бакурадзе, это спектакль «Асэферт», как раз последний спектакль Веры Анатольевны Дульчиковой, поставленный к моему бенефису, но который мы до сих пор бережно храним, потому что это память о последней работе мастера. Это уже новый спектакль, это мой спектакль, который я поставил первый. Это «Фрёкин Жули», Данил Богомолов, Юлия Бакурадзе. «Фрёкин Жули», который до сих пор идет в театре и будет продолжать. Это опять возвращаясь к «Маленькому принцу», 1980 год, Игорь Прокопенко и Андрей Степанович Юинь. Опять бросаясь в наши дни, это «Фрёкин Жули». Фотография, конечно, как будто из фантастического фильма. Да, но это фотосессия, сделанная Дмитрием Недыхаловым, Александром Воронковым, который, знаете, как Саши Во, они сделали этот по подарок после Васильевских сезонов 12-го года, они сделали по подарок фотосессию нам. И мы решили эту фотосессию использовать, это Данил Богомолов, тоже «Фрёкин Жули». И мы сделали такую фотосессию, то есть это их художественный взгляд на наш спектакль. Это не фотографии из самого спектакля, а художественный взгляд. Это «Вол и осел» при яслях, рождественские спектакли. Вот на заднем фоне Александра Овчинникова, на первом плане Юлия Бакурадзе. Кукла, которая совершенно изумительно сделана, авторские куклы и художник спектакля. Алиса Якиманская. Спектакль каждый год показывается в театре на Рождество, перед Рождеством, и ездит по фестивалям. Это постскриптум. Одна из последних работ, одна из последних работ, вот как раз в центре Алина Костюк. Слева Любовь Тютювильна, тоже Любовь Тютювильна. Да, они сами это все делают, мастерски перед спектаклем. Перевоплощаются. Этот спектакль, премьера, стоял с 1 марта 2014 года, и спектакль стал участником фестиваля «Мало городов России» и «Театра нации», где Алина Костюк на первом плане получила премию за лучшую женскую роль в этом спектакле. Это Даниил Богомолов, тоже в этом спектакле, постскриптум, по пьесе Жанна Поля Сартера «За закрытыми дверями», в переводе на русский она так известна. Но это последний спектакль, премьера театра «Таня, Таня», которая вот и была представлена в «Васильевских сезонах» несколько передач назад, да, вы об этом говорили, с «Марией как казак». Это спектакль «Быть или не быть» по стихам, по поэзии Владимира Высоцкого. Это опять-таки, если возвращаясь в сегодняшний день, «Таня, Таня», Даниил Богомолов, Юлия Букурадзе. Спектакль тоже участвовал в фестивале «Мало городов России» в мае-июне этого года. И получил гран-при, как лучший спектакль «Малой сценической формы», который будет показан в Москве в Театре наций, по всей видимости, в марте 2016 года. И спектакль приглашен уже Мариной Юрьевной Дмитриевской. Это ведущим критиком, экспертом, главным редактором журнала «Петербургский театральный журнал» приглашен в Петербург на фестиваль «Пять вечеров», «Володинский фестиваль» в феврале этого года. А костюмы получили гран-при на сезонах Александра Васильева именно 8 октября 2015 года. А это труппы театра. Мы продолжим, да, просмотр фотографий чуть позже. 202-11-22, телефон прямого эфира. Друзья, подсказывали мне, что есть звонок, сорвался. Давайте, перенабирайте. Мы сегодня пытаемся ваши таланты музыкальные как-то так вот открыть здесь, в прямом эфире. Поем песни любимой группы Инаутилус Пампелиус и группы Юпитера. Все это Вячеслав Бутусов. Он вас приглашает на свой концерт 7 ноября в окружной дом офицеров в 7 часов, если есть желание сходить. Милости просим. Что, нет у нас пока звонка? Сорвался. Ну, давайте продолжим смотреть фотографии с большим удовольствием. Сегодня у нас театр-студия «Грань». Если позвольте, вот прокомментирую, фотографии сделаны Юрием Кумашом. Это Юлия Бакурадзе. Это труппы театров, галереи фотографий 6 актеров в труппе театра на сегодняшний день, профессиональных актеров, которые работают в театре. И перед входом в театр есть галерея актеров. Вот в этой галереи актеров как раз вот 6 фотографий. Надеюсь, как раз сейчас они будут. Это Юлия Бакурадзе. Фотографии сделаны Алина Костюк. Фотографии сделаны профессиональным фотографом Юрием Кумашовым, с которым мы сотрудничали год назад. Как раз эта выставка появилась. Сергей Позняков, которого здесь вот сейчас вы увидите немножечко стриженным. А здесь он слегка с волосами. Да, но меняя имидж, меняя идет время, меняется стилистика. Это Александр Овчинников, которого вы еще увидите. Тот тоже однокурсник как раз Сергей Позняков. Сколько сейчас человек? 6. Любовь Тювилина. Тоже, которая пришла к нам из театра Самарты. Мы очень этому рады. Если говорить вот о фотографиях, то вот это как раз «Быть или не быть» по Владимиру Высоцкому. Ну, стиль какой-то все равно прослеживается, что ли. Прослеживается, да. Сложно сформулировать мне человеку от этого далекого. Это спектакль «Лунин», тоже 80-е года, камерный зал. Это Юрий Могилин, один из старейших актеров. Его руками очень много сделано в театре. Константин Волков, тоже один из старейших актеров. Они до сих пор с нами дружат, сотрудничают. Не в плане игры, они приходят на все премьеры, приходят на праздники. Это эскиз, сделанный Владимиром Бойером, известным художником, который работает, сотрудничает с Романом Виктюком, который сделал ему спектакль «Служанки». Это как раз вот был эскиз, а это фотография из спектакля «Бергмана. Город», который был поставлен в 1997 году в театре. Это 98-й год, январь 98-го года, спектакль «Дюймовочка», тоже как раз вот Юрий Могильный. Надо сказать, что Леонид Анатольевна Дульщик очень много работала с куклами, что тоже нам передалось. И так как я с ней знаком и сотрудничал, пришел в театр «Студии Грань» в 98-м году, и нахожусь там до сегодняшнего дня, как раз вот та стилистика, о которой вы говорите, что есть преемственность стилистики, она как раз передалась, потому что с 98-го года я все время находился очень близких… Впитывал, впитывал, впитывал. Да, можно сказать так, потому что очень близкие отношения у нас были с Леонид Анатольевной, а человеческие она очень доверяла, мне очень хотела, чтобы я рос профессионально и помогал мне в этом. И поэтому, естественно, я впитал то, что смог за эти 13 лет впитать. Вот дальше сейчас, наверное, идет некая аккумуляция и уже формирование того вкуса, которое произошло. Хорошо, мне подсказывает, естественно, звонок, первый наш дозвонившийся за сегодняшний эфир, хотя уже как-то незаметно половина программы пролетела. Давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Николай. Николай, любитель, ценитель творчества Вячеслава Бутусова, рок-музыки, качественного звучания. Ну, это вот тоже. Так, вы хотите задать вопрос или поучаствовать в конкурсе? Да, на самом деле, хотел просто пожелать Денису Сергеевичу творческих успехов, знаком с ним, к счастью. Однажды он принимал участие в постановке спектакля по «Людиве Розумозка» «Домой». Да-да-да. В этой постановке я участвовал. Он принимал участие, нам помогал, кое-какие сцены стоять. Ну и в целом саму картину предложил. Спасибо большое, спасибо большое за звонок, спасибо. Вот, отзывы посыпались. Это много-много лет назад было, ну как много, это, по-моему, где-то 9 или 8 год. Я думал, что скажешь, или класс. 2008 год, когда я еще сотрудничал с Самарской государственной строительной архитектурной академией, и вот там ребята очень хотели заниматься театром и ставить спектакли. Вот как раз Людмила Розумовская «Домой» им предложила эту пьесу современную и помог осуществить им эту постановку, но помог. Там были свои режиссеры, свои актеры. Это был интересный опыт, я очень рад, что это было в моей жизни. Я хочу, да, у актеров спросить, вот «Век живи», «Век учись» – это про вас? Какие-то курсы, не знаю, какие-то все-таки, не знаю, для себя открытия? Может быть, что-то читаете, смотрите, учитесь, ездите на какие-то мастер-классы? Алин, есть такое, или вы все внутри театра растете профессионально? У нас есть счастливая возможность, когда мы приезжаем на фестивали «Малых городов», потому что там всегда есть очень интересные тренинги по актерскому мастерству и по речи, и по сценическому движению. Вот, и вот сколько лет мы ездим, всегда участвуем, привозим оттуда какой-то опыт, стараемся это в театре аккумулировать, в общем, заниматься периодически. Вот, «Век живи», «Век учись» – всегда. Актерская судьба такова, видимо. Да и просто человеческая, мне кажется, так интереснее жить. Банок у нас есть, давайте принимать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Наталья. Вы у нас вопрос хотите задать или поучаствовать в конкурсе? Я очень хочу поучаствовать в конкурсе, спеть песню Бутусова, песню «Идущего домой». Давайте. Я шел к себе домой, я шел по мокрым лужам, по скользкой мостовой. Ногами снег утюжил, а мокрый снег впадал. А я шел домой, по зимнему саду, по пустой мостовой. Ну, практически про нашу погоду. Был по мной рядом, шпионил за мной, следил за мной взглядом, бесшумный конвой. Слушайте, ну это прям заявка на победу. Прошу прощения, что приходится прерывать, но мы можем эту песню как раз там еще 4 минуты слушать до конца программы, потому что поете вы замечательно. Запоминаем. Спасибо большое за смелость, вы молодец, друзья, сегодня. Да, есть у вас еще возможность до конца эфира как-то так вот проявить свои музыкальные таланты. Дерзайте, с большим удовольствием наше жюри сегодня здесь будет как-то так подводить итоги в конце, потому что Сергей же нажал практически в каком-то известном шоу. Сереж, ну вот ты в каком спектакле сейчас задействован? Нескольких? Нескольких, да. Это Таня, Таня, Айда Мыцек, Аз и Ферт, Корабль Дураков. Ничего не забыл? Нет, ничего. Но, друзья мои, буквально через пару минут здесь в нашей студии появятся еще два замечательных актера, которые расскажут о своих участиях в спектаклях, о своей истории, как они попали в театр «Грани». Я думаю, это нам будет интересно услышать, познакомиться, так что не переключайтесь. Смотришь с берегов села Ширяево и кажется, вот-вот на горизонте и вправду появятся челны с теньки Разина. Как не влюбиться в эти места, улыбается Рамиль Хасанов, инспектор национального парка «Самарская Лука» на службе полгода. Уже и леса тушил и встречал сотни гостей Ширяева. С города приезжают, они, да, удивляются. Удивляются, говорят, мы вот просто живем здесь, в России, мы таких красот не видели. Насладиться видами в Ширяево туристы приезжают чуть ли не со всей страны. Теперь здесь восстановлен старинный дом промышленника Ванюшина. Будут проводить выставки и творческие встречи. Еще год назад это были руины. А перед зданием появилась русская ладья. Как и положено, а борт разбили бутылку шампанского. На удачу. Ладья сделана из сосны. Это традиционный корабельный материал. На парусах красное солнышко, а на борту добрые молодцы. Они же и строители судна. Схема у всех этих деревянных лодок, в принципе, одна. Это киль, шпангоут и, в общем, обшивка. Вот банки, румпель. Это все древнее. Рядом с ладьей на фестивальной поляне еще много свободного места. Здесь хотят воссоздать облик дореволюционного села. Построят мельницу, колодец с колесом и русскую печь. Помимо печки и мельницы будут стоять застава пушечная, которая будет располагаться рядом с ладьей. Вот на заднем плане ладья. Там же будет застава. Еще один символ Ширяева – местные штольни. Они – дело рук человеческих. Уходят вглубь на десятки метров. Сто лет назад здесь добывали известняк, а сегодня туристы отправляются в штольни за впечатлениями и фотографиями. Вот только их фонари тревожат сон летучих мышей. Это настоящий мышиный рай. Сюда на зимовку прилетает несколько десятков тысяч летучих мышей. Температура для них самая комфортная – 5-7 градусов. Вот только зимовать мешают назойливые туристы, поэтому в Ширяево для них открывают музей летучей мыши. Помещение музея еще готовится. Его полностью стилизуют под штольню. Экспонатами его наполнят к открытию в конце ноября. В этом году, уже 12 ноября, Новокуйбышевский театр «Грань» отмечает свое 45-летие. И будет удивительная премьера. Актеры готовят спектакль «Корабль дураков». И мы сегодня здесь беседуем о их творческом пути, о том, как они вообще попали в театр, что, может быть, они чувствуют, и какие, может быть, мысли сегодня по этому поводу будут высказывать. С нами по-прежнему здесь режиссер, художественный руководитель театра студии «Гранди» Денис Бакурадзе. К нам примкнули Александр Овчинников. Здравствуйте. И Любовь Тювилина. Здравствуйте. Ну, начнем с любви. Это так всегда хорошо, начиная с любви. Люба, расскажите, как вы попали в театр? Тут вот уже мелькнула фраза, что перешли из какого-то другого. Как так случилось вообще? Не жалеете ли? Это такой вот вопрос издалека, так скажем. Ну, вообще, мне кажется, ни о чем не надо в жизни своей жалеть. Вот. Ну, я, честно, положа руку на сердце. Абсолютно не жалею. Но я очень благодарна театру «Самар» за все, что он мне дал, потому что это был мой первый театр после окончания института. Именно там я познакомилась с Денисом Сергеевичем Бакурадзе. Я нам посчастливилась вместе работать и вместе с замечательными артистами, у которых я тоже училась. Я очень благодарна этому театру за такой первый очень хороший опыт. И вот в тринадцатом году Денис Сергеевич мне предложил такую авантюру, можно сказать. Тут авантюристки-то собрались, актрисы. Да, 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 да. Примкнуть к этому кораблю под названием театра. Уже лодочка, так и корабль потихонечку. Да, 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 да. Театр, студия «Гранит» было очень интересно, потому что невероятно сложно, но невероятно интересно начинать что-то с изного. Потому что театр, конечно, у него долгая история, но он вставал на новую какую-то ступень своего развития, и это действительно очень интересно. Такое ощущение, как будто некую историю творишь этими руками. Тоже было страшно? Страшно? Нет, я не скажу, что мне было страшно. Было волнительно, скорее всего. Это Люба, она будет теперь работать с нами. Ну, мы работали, то есть мы уже друг друга знали. Более или менее, да, как-то так? На тот момент, когда я пришла в театр, были я, Юлия Бакурадзе, которая со мной работала в театре «Самарт», которую я прекрасно знала, и Алина Костюк, с которой тоже мы познакомились, уже были знакомы. То есть свои были? Ну, все. А все, а больше никого не было? У нас было три человека изначально. Начинали так. Да, потом уже к нам припнул Даниил Богомолов, вот, Александр Овчинников и Сергей Позняков. Вот, поэтому так вот все получилось интересно. Ну, сейчас какие спектакли, какие эмоции? Как к премьере готовитесь? К премьере готовимся активно, репетируем каждый день, честно. Ну, режиссеры так смотрят, честно репетируем. Да, честно, честно репетируем. Вообще, очень интересная, насыщенная жизнь, практически некогда вообще скучать. Это очень здорово, это большое счастье, когда ты идешь на работу не как на работу. В тонусе в таком году. А ты идешь вот за этим живым глотком воздуха. Ну, это правда, я не назову это работой, это удовольствие. Конечно, это труд, это великий труд, но тот, который доставляет тебе удовольствие. Я считаю, что мы очень счастливые люди, что мы можем себе позволить заниматься этим. И что нам еще за это платят деньги, это же просто чудо какое-то. Труд, терпение и талант. Эти три Т, я думаю, в Театре Грани, естественно, присутствуют. И вот талант наших зрителей сейчас предлагаю вам вновь, наверное, оценить. Есть звонок у нас. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Нина. Нина, очень приятно. Нина, вы нам хотите спеть? Да, попробую. Давайте сюда. У нас уже есть Наталья, вот Нина есть второй наш участник. Слушаем вас, держим кулачки. Гудбай Америка О, где я не буду никогда, нас так долго учили любить твои запресные плоды. Из какого фильма-то помните? Да, Брат, там в основном все фильмы были. Брат 2, это Брат 2, да, действительно. В первом, Брат, практически все композиции Вячеслава Бутусова звучали, но второй уже, Брат, разбавился классикой нашего отечественного рока. Спасибо вам большое за участие. Два у нас уже есть претендента. Третьего нам нужно. Давайте, друзья, по-честному. Давайте мы, может быть, еще сейчас немножечко поиграем с вами. Мы разыгрываем билет на концерт группы «Пилот», также 7 ноября в «Звезде». Сколько альбомов выпустила группа «Пилот»? Вот с момента основания. Вопрос с подвохом, так что не торопитесь отвечать. 202, 11, 22. Хорошо подумайте, посчитайте. Какие-то кассеты там и свои диски на полочках, если вы фанаты, пересмотрите, и потом уже звоните нам с правильным ответом. Ну и ждем, конечно, может быть, мужской голос-то все-таки хочется услышать, для того, чтобы, наверное, нашим сегодняшним судьям было удобно, комфортно как-то вас рассудить по-правильному. Спасибо, ждем ваших песен. Ну, уже позвонили. Вот, вот, она сила телевидения. Давайте принимать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Алина. Алина, очень приятно. Алина, вы нас порадуете чем-нибудь? Да, я хотела бы поучаствовать в конкурсе. Я огромная поклонница таланта Бутусова. Но я хотела бы для меня подарить ему билет. У нее сегодня дошли до свадьбы. И исполнить для поднятия настроения свою любимую частушку-профессию. Можно? Она была исполнена, когда-то Вячеславом Бутусовым. Я прошу прощения, конечно. Она приличная? Да. Вне конкурса идет человек. Давайте. Почему поет гармошка? Почему так весело? А это все, в общем, не на шее дочь твою повесит. То есть к юбиле свадьбы отличное поздравление в прямом эфире телеканала. Спасибо вам большое. Ну, развеселили нас, конечно, друзья. Но мы еще ждем, конечно, песен Вячеслава Бутусова «Почему бы нет?» Уже хотя бы после частушки, мне кажется, надо закрывать этот конкурс. Все-таки с Сашей хочу пообщаться, Александр. Ну, мы уже тут выяснили, что все, как говорится, хорошо сложилось. И каково это быть актером новокуйбышского театра «Грань»? Ну, я даже не успел понять, как все хорошо сложилось. То есть меня взяли в охапку, и вот я оказался в этом театре. И я наслаждаюсь просто этими моментами, что я здесь нахожусь. Потому что это громадный опыт. Это что-то невообразимое. И это не просто театр, спектакли, репетиции. Это не работа. Это как стиль жизни. То есть она так же, как и любовь в припрыжку на работу? Да. То есть даже не то, что в припрыжку на работу, а как будто я все время не я в грани, а грань вместе со мной в жизни тоже. То есть так получается, и это прекрасно, потому что... Но это театр-дом. Да, потому что всегда мы все вместе, мы всегда как-то и любим все вместе, и ненавидим все вместе. И взоружим друг против друга, да? Нет, ну не друг против друга, хотя, может быть, не знаю. Друзья, ну я все-таки... У нас всего шесть человек, кто против друга. Ну, как раз шесть человек против троих, как три мальчика, три девочки, как объединиться. Нет, ну мы наведем порядок, если это так. Нет, одно дело, оно объединяет. Мне кажется, когда люди занимаются делом, мы вот не до этой ерунды. Так сплотились, так сплотились, до сих пор расплатиться не можем, да? Надеюсь, это не про вас. Но звонок предлагаю принять последний на сегодня, и хочется, потому что фотографии со спектаклей тоже посмотреть. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Наталья. Наталья, ну что ж, давайте мы вас послушаем. А я хотела бы выбрать билет на концерт-группу «Пилот». А, то есть петь вы не будете? Нет. Я даже не знаю, хорошо это или плохо, но все же. Отвечайте, сколько же студийных альбомов выпустила группа «Пилот» с момента основания? Вообще, я думаю, что 11 альбомов. Ну сколько альбомов-то? Вот уверена, что это верный ответ, потому что я говорила, что вопрос с подвохом. Студийных? Ну сколько вот альбомов? Вы сказали 11. 11. А это вы где-то подглядели, наверное? Возможно. Возможно. Ну вообще, ладно, так и быть, засчитай, потому что 10 студийных, 2 концертных, 3 сингла, 2 сборника. Если сложить вместе, конечно, получится больше. Но за то, что попытались и даже посмотрели там, где-то подглядели, отправляйтесь на концерт «Пилота». Мы сегодня добрые. У нас частушка, мне кажется, прям развеселила. Сегодня под конец эфира. Спасибо большое. Спектакль «Таня, Таня». Я предлагаю посмотреть именно на спектакль, как это выглядит со сцены, потому что мы уже видели, если кто нас смотрит постоянно, как это выглядит на сцене театра оперы и балеты, когда были «Павловские сезоны». Почему взялись за эту постановку, за эту пьесу, за вот такое? Это, кстати, вот сейчас афиша. Да, мы видим. Афиша – это фотографии с репетиция. Взялись за эту постановку. Я эту пьесу узнал еще в 1997 или 2008 году, когда наш мастер курса Виктор Алексеевич Тимофеев взял ее и сделал с нами как курсовой спектакль. И она мне тогда очень понравилась своей легкостью, своей непонятностью, своим каким-то волшебством, очарованием, полетом. И такой момент произошел в театре «Студии Грань», когда мы выпустили очень серьезную «Фрекин Жюли», очень серьезную по скриптам, по сартру. И нужно было как-то немножечко изменить просто вектор движения. Добавить. Какой-то легкости. И вот этот материал, он очень раскладывался на труппу театра. Там шесть действующих лиц и как раз шесть актеров. Всем хватило. Всем хватило ролей. И все очень органично так случилось. И на премьеру спектакля в декабре к нам приезжала сама Ольга Мухина из Москвы. Посмотрела спектакль, осталась в восторге. Мы очень рады, что познакомились с этим изумительным драматургом. И спектакль до сих пор идет в камерном зале. Я всех приглашаю на этот спектакль. Он будет в ближайшие у нас дни, это в декабре, будет три спектакля. В группе ВКонтакте можно посмотреть, где есть театр студии Грань. Там числа, афиши. Есть афиши. Это вот все фотографии. Вот это как раз Даниил Богомолов, Алина Костюк. Алина вообще не узнать. Сшитый из натуральных тканей. И спектакль, который приглашен на фестиваль. Вот то, что я говорил. Это Петербург, потом Саратов. То есть такая интересная у него судьба. Я думаю, что этот спектакль будет интересен не только взрослому поколению, которым за 40, но и молодежи. Потому что в этом спектакле очень много таких моментов и стыков, где юная девушка, которая 18 лет, влюбляется во взрослого человека, которому 40. И вот эти соприкосновения, эти истории и перипетии любви, которые соединены в этом спектакле, мне кажется, интересны будут любому возрасту. Потому что когда ты, мне так кажется, смотришь этот спектакль, то немножечко ты отключаешься от той реальности, в которой ты существуешь. И тебе хочется немножко побыть в том пространстве. В пространстве любви, в пространстве воздуха, в пространстве льняных тканей, в пространстве бабочек. Вот немножко какая-то такая вот женская драматургия, но вместе с тем очень серьезными проблемами. Ну вот как-то так. Друзья, ну что, надо подводить итоги. И приглашать потом всех, естественно, на свой юбилей. Кому отдадим главный приз, пригласительный билет на концерт Вячеслава Бутусова группы Юпитер? Ну я думаю, вот первый исполнитель. Ну да. Который хотелось подпевать. Да, она очень красиво пела, замечательная девушка. Наталья, аплодисменты вам. Молодец, Наталья. Ну что, а резюмируя наш эфир, у нас чуть меньше минуты. Хочется еще раз всем вам сообщить эту замечательную новость. 45 это, ну, ягодка опять, но почему нет? Можно и так сказать, театр «Студия Грань» приглашает вас на премьеру спектакля «Корабль дураков» 12 ноября. Если вам повезет и остались еще свободные места и билеты, стремитесь обязательно до Новокуйбышевка не так далеко ехать. Ну а вам хочется сказать, что мы будем разыгрывать в наших следующих эфирах пригласительные на другие спектакли. И не только так, что следите за информацией в эфире универсального формата. Вас с праздником, с днем рождения, с юбилеем. Спасибо. Счастья, здоровья. Что-то еще можно пожелать? Спасибо большое. И мы очень надеемся, что и зрители, и вы вместе, и вся ваша съемочная группа приедет к нам на спектакли, посмотрите, чтобы... На ваш корабль. Да, составляйте компанию, вы тоже творческие люди. Спасибо. Вы тоже своего рода... Да, ну а что тут мне кажется? Наши люди, да. Спасибо большое, всего доброго. До встречи, друзья. Спасибо.